Вот так. С трапа военного вертолета российский диктатор Путин сошел на украинскую землю. К адрес Телла Геническ. Чтобы точно никто не сомневался. Глава Кремля лично прибыл на оккупированные территории Украины 18 апреля. Так утверждают российские СМИ. Мне важно услышать ваше мнение о том, как создается обстановка. На оккупированных территориях Путин провел совещание с военачальниками оккупационных российских войск. Разговор, по традиции, проводился в помещении, напоминающем бункер. Позже из открытых источников удалось идентифицировать расположение штаба, которое географически оказалось действительно в Херсонской области, но с небольшим нюансом. Приезжал он в поселок Счастливцево на Арабатской стрелке, который находится, внимание, как минимум в 130 километрах от ближайших позиций ВСУ. То есть ракеты туда не достали бы. Это база отдыха Бригантина по улице Набережная 17. Асинт-аналитики в Твиттер. Как сообщают российские СМИ, Путин также побывал и на временно оккупированной территории Луганской области, где посетил штаб одного из оккупационных подразделений. На разъезды российского диктатора по временно оккупированной украинской территории уже отреагировали в офисе президента Украины, отметив, что поездка – это кино для внутреннего потребления, которое в остальном мире не воспринимается. Эволюция, деградация Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть спецтур автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями, чтобы напоследок насладиться преступлениями своих. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Твиттер. Аналитики отмечают. Такие туры по оккупированным территориям – это попытка одновременно развеять слухи о плохом состоянии здоровья Путина и показать, мол, он не боится и готов ездить туда, где опасно. Но кроме пиара и лишней демонстрации собственной слабости, они ничего не значат. Богдан Максимец, Никита Бабенко для телеканала «Фридом». С нами на связи Аббас Галямов. Это российский политолог и политтехнолог Аббас Радикович. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сейчас очень модно говорить о том, что Путин использует своих многочисленных двойников, в частности, для поездок на фронт. Но вопрос у меня, собственно, даже не об этом, а о том, что, по сути, насколько я вижу, это такой косплей Зеленского. Потому что Зеленский ездит в Бахмут, ездит в районы около Донецка, ездит на фронт, в конце концов. И Путину нужно чем-то отвечать. Соответственно, политтехнологи понимают, что лучшим примером показывают, что Путин тоже не боится и ездит на временно оккупированные Россией украинские территории. Ну, безусловно, то, о чем вы говорите, этот фактор есть. Путин, в смысле, демонстрации личной радости, безусловно, проигрывает Зеленскому. Ну, и это, конечно, такой, знаете, большой минус в глазах как раз сторонников Путина. Надо понимать, что Путин, вот он апеллирует к наиболее архаичным пластам сознания россиян. Таким, знаете, максимально древним, уходящим корнями, знаете, в какую-то там доцивилизационную эпоху в первобытное общество. А там, в рамках вот этого общества, той системы координат, той системы ценностей, главное — это личное мужество, личная храбрость. То есть недостаточно там... То есть вот для человека модерна, там, 21 века, да, значит, от полководца личная храбрость, в принципе, не обязательно. Ну, то есть если он профессионально командует своими войсками, находясь в тылу, если он хороший стратегий и эффективный управленец, то он вообще может ни разу на фронт не ездить, как Сталин, например. И никаких проблем с этим нет. Но Путин, вот он, повторюсь, он не апеллирует к эмоциям и чувствам 21 века. Наоборот, он их заглушает всячески с помощью репрессий, пропаганды. И будет в людях древние вот эти первобытные, кровожадные какие-то инстинкты. Там, где чужой всегда враг, там, где, значит, увидел незнакомца, надо на всякий случай стать в стойку оборонительную, да, потому что незнакомец никогда не может нести ничего хорошего, он может представлять из себя только угрозу. Вот. И вот когда ты к этому всему апеллируешь и при этом не демонстрируешь личной храбрости, ну, у людей, даже если ты хорошо воюешь, все равно, знаете, какая-то червоточная такая, такое ощущение есть, но чего-то не хватает, дескать, да. А, значит, а тут еще он и воюет, не сказать, что так, значит, очень уж хорошо это, мягко сказать. Да, и поэтому, конечно, он проигрывает. Особенно, конечно, на фоне. Мы же в контексте все воспринимаем, да. Если бы и Зеленский не ездил, ну, окей, как бы, ну, никто не ездит, да. А тут, ну, такая слишком очевидная несоответствия, слишком очевидный контраст. Вот. Поэтому, с другой стороны, Путин, я уверен, долгое время не ездил именно потому, что Зеленский стал это делать первым, а Путин, он просто проворонил момент, конечно. Он надеялся, что это все так быстро будет, что ему не понадобится ездить, да. И однажды... А он человек очень консервативный, надо понимать. Он однажды приняв решение, он его очень трудно отменяет. И вот он решил, да не, не поеду. И Зеленский начал ездить. Я уверен, ему в какой-то момент там Песков, Легромов, Легкериенко, ну, те, кто отвечает за политику, они попытались аккуратненько намекнуть, что неплохо бы тоже съездить. А он уже такой в позу встал. Ну, то есть я что, этому клоуну буду подражать, что ли? Ничего, я его и так выиграю, да. И долгое время, в принципе, не ездил, значит, уже из принципа, понимаете. То есть уже вот в позу встав однажды, не хотел этому принципу изменять. Ну, сейчас это уже год прошел. Он уже настолько глупо выглядит, как когда-то он на долгие годы отказывался произносить фамилию Навального. И это упрямство Путина служило лучшей рекламой Навального, собственно говоря. То есть, знаете, периодически выходили там, новостью дня становилось то, что Путин вновь отказался назвать фамилию Навального. И это было новостью. Вот. И здесь такое же упрямство. То есть не буду косплеить Зеленского, он клоун, он наркоман, он слабак, он случайный человек в политике, непрофессионал, то ли делает я, так сказать, величайший стратег. Вот. Он пусть меня косплеит, что я его буду косплеить, да? И в итоге, ну, Путин проиграл вот здесь из-за своего упрямства вот в чистую, в принципе, в смысле демонстрации своего личного мужества. Ну, сейчас вот уже, видимо, сдался, сломался, понял, что, ну, ну, нельзя без этого совсем уж, ну, совсем уже, ну, ничего ты не предъявишь избирателю, так сказать. Ну, то есть, ладно бы победы были какие-то, можно было бы обойтись, но таких побед нету, да? Ну, и поэтому, да, он начал косплеить. Тут еще, тогда давайте разберем, как он это делает, да? Хочется вроде как и не косплеить Зеленского, но тут же какие-то появляются интересные нюансы, как вот иконки и так далее. Ну, вот что я для себя отметила из этого интересного и сюжета, который мы видели. Ну, поскольку Геническ, если так посмотреть, в Херсонской области, ну, а затем и Луганск, это, ну, не есть особо прифронтовые города, хотя, да, конечно, хаймерсы и туда достают, вот, можно где-то говорить о какой-то некой смелости, но в чем такая необходимость посещать именно штаб группировки Днепр, заслушать доклад командующего ВДВ генерала Теплинского, вот, а также командующего группировкой войск Днепр, Днепр генерала Макаревича, ну, и на камеры вручить им копию XIX века оригиналом, который когда-то владел бывшей главком Российской империи. Это о чем, да? Ну, еще можно отметить, что вот, когда он пребывал в Мариуполе, если действительно такая поездка в реальности была, ну, со всеми остальными штабами он встречался и генералами, и кто ведет операцию, так называемую, и ихнюю, в Ростове-на-Дону, почему нельзя было так же походить, покрутиться, пожать руку местным и поехать туда, да? Вот, этот один момент, икона о чем? Ну, и стоит отметить, что в Луганскую область он впервые там побывал, заслушал доклад генерала Лапина, который тут тоже стоит отметить, что уже, по всей видимости, не в опале, да? Вот эти нюансы, как вы их оцениваете и разложите по полочках? Да, можно только на секунду. Вот я вижу, что титры идут мои, да, Путин пропагандирует циничные нарративы. У меня не очень, к сожалению, хорошая дикция, поэтому, наверное, я невнятно произнес. Архаичные нарративы, это принципиально важно. Речь идет об архаике. Архаике. Вот. Поэтому, да, если кто-то меня слышит, прошу исправить. Да-да-да, это принципиально важно. Слышим-слышим, да. Это не при чем. А вот архаика, это очень важно. В общем, да, извините, пожалуйста, что отвлекся. Значит, да, Лапин, очевидно, на коне. И это очевидно, помимо прочего, помимо того, что это хорошо для Лапина, надо понимать, что это плохо для Пригожина. Отчасти это так плохо и для Кадырова. Но Кадыров сейчас не игрок, в общем-то, поэтому можно его не вспоминать. А Пригожин пока пытается еще играть, так сказать, дергается. Да, и вот это появление Лапина в присутствии Путина. Ну, то есть все знают, те, кто хоть чуть-чуть имеет отношение к делу, все знают, что никогда в жизни, если человек попали, он не окажется в кадре с президентом рядом. И вообще на одном мероприятии с президентом он, ну, в одном мероприятии с президентом он участвовать не будет. Да, и тот факт, что Кремлевская пресс-служба Лапина показала, и Лапин там был, и жал руку Путину, и президентский протокол допустил Лапину, значит, до лапы Путина. Вот этот, значит, факт, конечно, ну, такой серьезный сигнал Пригожину и всем вокруг. То есть не просто Пригожин видит, что он проиграл схватку Лапину, но и все остальные видят, что Пригожин проиграл схватку Лапину. И, соответственно, котировки Пригожина падают и дальше. Так, вы меня, значит, спросили там об иконе, да? Значит, ну, он сам, я думаю, что это не... это он сам придумал, а ему никто не посмел возразить, что это как-то, ну, не очень к месту. Ну, то есть нарратив вот такой воинский, милитаристский чуть-чуть размывает. Ситуации, когда ты побеждаешь, повторяюсь, когда твоя армия идет вперед, удача тебя сопутствует. Никто не сомневается в том, что ты силен, то есть все знают, что ты силен, что ты побеждаешь. Да, тогда можно попробовать расширить, значит, образ за счет, уж извините, такие технологические вещи, но они важны для понимания того, как у них это все там работает, значит, вот тогда ты, когда ты побеждаешь, ты можешь себе позволить добавить к себе элемент такого, знаете, там, ну, не просто такой вояка, там, Кадыров, а-ля Кадыров, да, который там только вот зубами клацать, ни на что другое не способен, а ты там, у тебя есть и такая философская составляющая, гуманистическая какая-то, да, там, ну, религия – это добро, да, то есть ты вроде воюешь, творишь зло, но, в принципе, вот ты не чушь с этим, чему-то такому божественному, какая-то божественная истра у тебя в душе есть, ну, то есть ты расширяешь свой образ, значит, и это, в принципе, ну, хорошо, то есть люди видят, что ты гораздо более глубок, чем, там, может показаться на первый взгляд, ну, то есть ты достоин того, чтобы возглавлять страну, вот, но в ситуации, ну, расширять образ можно только когда ты, ну, базовую вот конструкцию закрепил, и в ней нет никакого сомнения, то есть в той силе никто не сомневается. А в ситуации, когда Путин не может выиграть войну, когда грандиозное наступление Российской армии, анонсировавшееся, значит, ожидавшееся, там, несколько месяцев, выдохлось, так и не начавшись толком, ну, то есть они же продвинулись-то, сколько у нас, до памяти, ну, на нескольких сот метров, там, в Бахмуте, да, то есть я уж не говорю про прошлогодние поражения, там, типа Херсона, Харькова, там, крейсер Москва, там, отступление из-под Киева, Крымский мост, ну, то есть там, Макеевка, ну, то есть неудач очень много, а удач по пальцам пересчитать можно. И вот в этой ситуации, когда базовая конструкция представление, что ты силен, значит, ну, подвергается сомнению, пытаясь расшириться за счет гуманизма, то есть в этом контексте твой гуманизм будет интерпретироваться, восприниматься скорее как слабость, вот он крайне, он же очень нерешительно выглядел в этот момент, то есть вот вся остальная картинка, я внимательно все просмотрел, она неплохая, ну, то есть она отвечает задачам, которые, вот то, что сейчас в кадре идет, да, там, это более-менее нормальный, ну, в каком случае, вреда от этого нет, даже небольшая польза есть. Но история с иконкой, вот это его звук еще там плохой, значит, плохо почему-то они организовали там, то есть он что-то мямлит невнятно так это, прислушиваться надо, чтобы понять, значит, что он там говорит. И вот это дополняет ощущение неубедительности какой-то, значит, ощущение, что он слаб, он растерян, он не знает, что делать, вот он уже там о Боге заговорил, о душе подумал, да, на фоне поражения это выглядит, ну, как свидетельство того, что он уже, так сказать, прощается там, значит, ну, то есть уже смирился с поражением, что называется, да. То есть вот какие эмоции порождает неубедительная картинка, любой политтехнолог поймет, о чем я говорю, потому что, собственно, картинка, ну, гораздо важнее, чем слова. Люди массовой аудитории воспринимают через реальность, через картинку, да. Не случайно Ленин говорил, для всех искусств важнейшим для нас является кино. Ленин очень хорошо понимал, что он делал в смысле руководства массами. Он в этом смысле, ну, такой собаку съел, что называется, да. Да, и все, что я говорю, очевидно, что кремлевские политехнологи, пиарщики, пресс-службы там, конечно, они это понимают, они профессионалы, да, и они не посмели, ну, ему это все сказать, они не посмели возразить ему. Они покорно, так сказать, взяли под козырек и, ну, там, делай, что хочешь, начальник, а мы там будем это показывать по телевизору. Ну, то есть они умыли руки. Вот о чем это свидетельствует. То есть качество работы, значит, качество исполнительского мастерства, политического исполнительского мастерства там сейчас снижается, падает. То ли никто не смеет ему возразить, все боятся. Наверное, он стал очень раздражительный. Ну, вот этот длинный стол, периодически возникающий, я воспринимаю именно так. То есть Путин когда-то во время ковида, я не думаю, что он прям по-настоящему боится заболеть. Не исключаю этого, но думаю, что вопрос в психологии скорее. Просто он тогда, во время ковида, когда реально боялся заболеть, значит, тогда вот этот вот стол появился, и ему понравилось. То есть он вдруг увидел, что у него есть шикарный инструмент, который, ну, позволяет, не испытывая особого чувства неприяжности, общаться с людьми, с которыми общаться не хочется. Да, ну, то есть посадил его на дальний конец стола, и все. И вроде как его и нету. Вроде поговорили, сюжет сняли. А вроде как его и нету. Да, и он периодически, когда у него плохое настроение, раздражительность такая, знаете, ну, понятно, когда войну выиграть не можешь, и дело всей твоей жизни терпит неудачу, когда твоя армия оказалась бумажным тигром, и весь мир увидел, что ты, в общем, не чемпион мира, а, значит, неизвестно кто, самозванец какой-то. Ну, в этой ситуации, конечно, ну, там, тут у тебя ощущение, что вот весь твой мир рухнул, да, и он с трудом держится. И периодически им овладевают принципы злобы, раздражительности, периодически переходящие в апатию. Я думаю, вот именно поэтому он пропадает в какие-то моменты надолго. Я думаю, не всегда это связано с плохим здоровьем, хотя, наверное, этот фактор тоже есть. Иногда он действительно плохо выглядит. Но в целом он, вот, знаете, больше это такая психологическая история, да, и поэтому вот он, наверное, они поэтому боятся ему сейчас уже что-то там говорить, возражать. Ведь все то, что я говорю, это же такая вещь очень тонкая, ее трудно объяснить, она, ну, это все же эмоции, да. Речь об эмоциях идет, о восприятии чувственном, не о логическом, рациональном, да. Поэтому, в принципе, если он, если ты настроен недоброжелательно, так ты ничего не поймешь и скажешь, какую-то ты чушь горубишь там, да, вот про все, что я сказал. И они боятся, что Путин будет настроен, вот они начнут этот разговор, Песков, условно говоря, и Путин будет настроен так негативно, да, не будет доброжелательно, внимательно слушать, доверяя профессионалу, да, а будет настроен негативно сказать, что какую-то ерунду несешь, иди отсюда, придурок, да, и все, конец карьере. И поэтому они, значит, уже не возражают. То есть, ну, то есть, вот, сейчас у нас такая чувствуется. Поэтому, если расспрашиваем о таких деталях, чтобы вы, как политтехнолог, разложили по полочкам, и тут вы говорите, не вторая армия мира, но зато читают, да, обратили внимание на кадры, где какие-то, да, книги, неизвестно какие. Кстати, там же еще очень много, на самом деле, по форме, не по сути, а по форме, да и по сути. Есть множество моментов. Давайте я некоторые озвучу. Точная дата, во-первых, поездки Путина на оккупированную территорию Украины неизвестна. Однако есть основания полагать, что она прошла накануне Пасхи. На видео, смонтированном с большим рассинхроном звукоизображение, вот о чем вы говорили, да, сюжет сняли и сняли, за кадром слышен голос Путина, представляющий подарок, копию иконы, принадлежавшей министру обороны Российской империи. Он говорит, вот скоро у нас Пасха будет, да. И, соответственно, Би-Би-Си, русская служба Би-Би-Си, вообще посвятила этому визиту огромную статью, что с ним не так, да, что не так с визитом Путина. И тут вот как раз по поводу, сейчас вот будет Пасха, да, обращают внимание, что когда в среду на это обратили внимание, слово «будет» из аудиозаписи фрагмента исчезло. Скорее всего, видео действительно было снято несколько дней назад, и слова Путина про приближающуюся Пасху не были оговоркой, да, ну, точно раньше произошло. Потом тут еще несколько обратили внимание, даже там обводили специальными стрелочками, что в ходе поездки на оккупированную территорию был в Генический Путин, в частности, на территории бывшей базы отдыха Бригантина на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Генической. Ну, и на что еще обратили внимание, кстати, я тоже задавался этим вопросом, но, во-первых, у меня вопрос будет к вам, почему столько несоответствий, почему вот все время какие-то мелочи, но подводят, да, так сказать, окружение самого Путина. А второе, на что обратили журналисты внимание, я тоже заметил, что на прифронтовые территории он не взял с собой ни министра обороны Шойгу, ни главу генштаба Валерия Герасимова, которого сам же в январе назначил командующим специальной военной операцией так называемой. Накануне, по-моему, даже вот в тот же день утром вышло сообщение о том, что он в Кремле встретился с Шойгу. То есть так получилось, встретился с Шойгу, значит, поговорил в одном месте, а потом полетел к генералам без Шойгу уже разговаривать, значит, в другом месте. Ну, в принципе, это совершенно не характерная история. Вот за три года с моей работы там, да, вот год я работал в администрации президента и два года в аппарате правительства, ну, не бывало такого, чтобы первое лицо ведомства отсутствовало, и президент разговаривал с подчиненными главы этого ведомства, да. То есть это, ну, если человек заболел, там, ну, прям, причем страшно заболел, спасти листать не может, ну, тогда, да, наверное, это возможно. Но, в принципе, вот в аппаратном смысле это, ну, это, ну, то есть такого не бывает вообще, да. Президент, ну, не должен общаться с заместителями. Нет, конечно, он их знает, со многими общается, ко многим хорошо относится, я, в принципе, ну, неоднократно это видел, но первое лицо всегда, всегда присутствует при этом, ну, не нарушается субординация. А тут Шойгу здоров, раз он с Путиным встречается, значит, но на мероприятии не присутствует. Нестыково действительно очень много, часть из них вы назвали, то есть с датами там сбились они, значит, с перелетами, то есть если посмотреть на их хронологию, получается, что он за один день в трех местах поработал. Ну, это крайне маловероятно. То есть он, ну, не переутруждает себя давно уже, значит, чтобы вот он в Москве, потом в Крыму, потом на этой стрелке, значит, там, Геничинская. Ну, про это вот BBC, по-моему, как раз и писали очень подробно. Могу ошибаться, но, по-моему, именно BBC вот этот разбор очень хороший сделали. В общем, значит, заврались, я просто вот так скажу. Ну, то есть они настолько уже привыкли манипулировать реальностью, они привыкли, что им все сходит с рук, что даже без необходимости это делают. Я думаю, ну, что им мешало выпустить это вот в тот день, когда он съездил? Ну, то есть, Геничинский, он съездил до Пасхи, окей. Ну, зачем врать, что он съездил после Пасхи, если он съездил до Пасхи? Ну, вот просто настолько им это кажется легко, то есть они даже не задумываются. Ну, то есть, условно говоря, Громов там сидит, смотрит, здесь там новость была, условно говоря, можно чуть-чуть разрядить, а, значит, на следующий день его не показать, не возникнут ощущения отсутствия. А зато здесь его там целую неделю нет, он там, условно говоря, на Валдаре, вот, и уже ощущение вакуума возникает, и его надо заполнить этот вакуум, да? Да, ну, привыкли к консервам. Консервы достают, да, то есть, и он даже не думает, что, ну, такие вещи надо делать, ну, как исключение из правил, ну, нельзя это вообще на поток ставить, потому что, когда ты ставишь такую ложь на поток, конечно, где-то проколешься. Обязательно. И это у них происходит. И тут, Аббас, знаете, как у нас говорят, может, просто приехал попрощаться, мало ли. Спасибо вам большое, Аббас. Хочу напомнить, Аббас Галямов, российский политолог, политтехнолог, был с нами на связи. Аббас Галямов, российский политолог.